всем привет вы на канале CryptoCommons с вами Flalala и сегодня постараюсь сделать максимально подробный технический обзор всех топовых криптовалют на макро таймфреймах то есть сразу скажу мы не будем смотреть здесь не 15 минутки не часовики будем смотреть в основном недельные графики а начнем сейчас с месячного графика биткоина в логарифмической шкале чтобы идентифицировать тренд то есть по поводу мелких спекуляций это все будет следующих видео а сейчас мы постараемся определить с вами макро тренд которым мы находимся и вот у нас есть некий канал логарифмической регрессии да где вот это зеленая кривая это поддержка дно цены получается честный уровень и красная верхняя это пики пузырей то есть перекупленный уровень где надо продавать обычно как мы видим вот в зеленой зоне нужно было покупать и в красной продавать и тупо у нас тут таких всего несколько трейдов за 10 лет вот видите можно посмотреть вот у нас были пики где надо продавать которые кстати идеально сходились с пиками в RSI месячном посмотрите и тут из этой картинки мы видим что у нас явный восходящий тренд присутствует этим трудно поспорить и также в нем присутствуют более мелкие long short long short бычий рынок медвежий рынок ну вот здесь вот можно было сказать конечно что еще менее медвежие в них но это все мини-шорты это мы убираем чтобы не путаться вот у нас глобально было посмотрите за эти 10 лет long short long short long short и сейчас у нас идет long бычий с этим трудно поспорить правда также мы добавляем на этот график индикатор который предсказывает нам цену по модели stock to flow и мы видим что он всегда блестяще отрабатывал на предыдущих халвингах на предыдущих булранах предсказывая скачок цены и сейчас он снова нам предсказывает скачок цены и цена после этого должна его по идее догнать так как цена уже догоняла его и перегоняла потом опять опускалась ниже и сейчас вот мы в той фазе когда цена должна начать догонять этот скачок до 100 тысяч долларов или потом уйти выше по идее следующий спекулятивный пузырь и дальше сдутся опять ниже этого среднего значения если мы будем опираться на историю так ну теперь давайте к другим монетам но сначала давайте взглянем на доминацию биткоина потому что это ключевой индикатор всего аль сезона вот мы видим что доминация биткоина за эти несколько лет подверглась очень сильной волатильности то есть исторически доминация биткоина до бума оси а было все время в районе 96 98 процентов если увидеть то есть альткоины составляли реально 24 процента всей капитализации рынка но после этого в бума оси а посмотрите доминация биткоина падала до тридцати пяти примерно процентов это когда у нас был альтсезон и после этого начала отрастать снова и сейчас у нас на самом деле ключевой момент потому что вот у нас есть явно восходящая поддержка в доминации потому что вот мы от него отскакиваем и также у нас есть нисходящее сопротивление то есть мы рисуем вот такой вот треугольник симметрично из которого если сейчас доминация выйдет наверх то потенциально альты могут себя не очень хорошо чувствовать тем более у нас здесь было вот такое подобие параболического закругления если пренебречь вот этим треугольником то мы можем спокойно сейчас улететь куда-то туда и это все был как бы ложный пробой вниз поэтому тут момент том что да все альты могут еще очень хорошо просесть хотя куда оказалось бы уже да ну давайте посмотрим и на графике биткоина к доллару мы видим что на графике биткоин к доллару недельному мы видим что он очень хорошо попер халлинг сток туфло все отыгрывает вот у нас параболическая дуга вырисовываться если не считать корону дамп мартовский то мы идем прямо по дуге таким образом вот мы вышли из глобального треугольника пробиваем его наверх смотря как его нарисовать можно нарисовать вот так но сути это сильно не меняет потому что мы пробиваем его и идем наверх как я уже сказал дальше идем эфиром к доллару на эфире к доллару у нас тут есть явная восходящая поддержка так вот можем нарисовать намечается параболическое закругление какое-то вот такое и при этом сопротивление на многих альтах кстати тоже на самом деле не прямое а параболическое то есть это как бы обратная экспонента такая на многих альтах случилось после 2018 года и вот мы видим что это сопротивление параболическое замедлилось эфир пробивается сквозь него и мы сейчас можем увидеть очень хороший заброс даже повыше чем биткоина давайте эфир к биткоину смотреть здесь такая же ситуация восходящая поддержка причем ее можно было даже рисовать вот так вот ранее посмотрите то есть с этой точки зрения мы может быть даже ниже реальной восходящей поддержки сейчас если это все ложная коррекция потому что вот у нас еще параболическое сопротивление но она здесь не очень работает здесь больше похоже что это падающий клин из которого мы уже пробиваемся наверх так что теперь эфира два варианта либо наверх либо протестирует эту медленную восходящую поддержку и наверх да если вы все еще не зарегистрированы на бирже фемикс я вам крайне рекомендую это сделать по ссылке из описания фемикс очень круто работают вообще без лагов очень удобное мобильное приложение добавили кучу торговых пар на споте вот у них нулевые комиссии на все вот эти монеты и также фьючерсный трейдинг контракт трейдинг все вот эти монеты bitcoin эфир рипл ринг тезис лайткоин золото даже вы можете торговать золотом на фемикс а также кардана bitcoin кэш и define монеты компаунд вайфай алго только dot и юни свап всем этим хозяйством можете здесь торговать плечом и также они добавили очень крутую фичу bracket orders это ордеры за скобками чтобы можно было также участвовать как market maker и зарабатывать вы можете посмотреть по этому видео урок который сейчас появится у вас сверху чтобы получше в этом разобраться и оттуда же из этого видео урока вы можете посмотреть по ссылке сверху полный обзор этой биржи у меня на канале вот поэтому обязательно рассмотрите диверс потому что бинанс хорошо конечно битмикс хорошо но не надо держать все яйца в одной корзине поэтому попробуйте фемикс отличная биржа очень быстро работает никаких сбоев в системе в отличие от тех двух и я думаю вам понравится обязательно используйте ссылку для регистрации и записания этого видео лайткоин доллар лайткоин доллар здесь интересный симметричный треугольник вырисовывается из которого как мы можем посмотреть по истории лайткоина ранее живот из которого вот такого у нас выход был неожиданный бам видите так что сейчас возможно что стоит чего-то такого ожидать вот у нас повышающиеся минимумы при этом понижающиеся максимумы да и при этом сетка и my ribbon сетка средних скользящих на недельном таймфрейме все еще медвежьи то есть нам нужно смотреть внимательно как она начнет разворачиваться потому что на том же эфириуме увидим что и my ribbon сетка средних скользящих уже развернулась в бычью посмотрите и на многих альтах так уже есть которые мы сегодня посмотрим недельная сетка my ribbon это очень мощный индикатор потому что обратить внимание на весь медвежий рынок была перевернута и весь бычий рынок она была нормальная поэтому сейчас следим за этим если мы закрепляемся над ней и чешем дальше то это очень бычий знак для эфира поэтому сейчас следим внимательно за ней и как эфир пойдет дальше удержит для ее как поддержку и пойдет ли дальше это ключевой индикатор эфир к доллару та же самая история и my ribbon развернулся в бычью и на битке та же самая история к доллару и my ribbon недельный развернулся в бычью это очень важный индикатор смотрим за ним лайткоин к доллару и my ribbon все еще медвежие лайток к битку вообще меня настораживает потому что здесь у нас есть нисходящий треугольник и все мы знаем с вами что это медвежий паттерн и чем чаще мы контактируем с определенным уровнем тем вероятнее что мы его пробьем поэтому тут уже падать конечно ниже некуда но надо смотреть потому что может конечно пробиться он из него и наверх что скорее всего произойдет но по тех анализу это типа вниз поэтому нужно осторожными здесь быть и смотреть опять же за и my ribbon на недельном таймфрейме по биткэшу интересный падающий клин бычий паттерн посмотрим как он может отыграться но и my ribbon пока красная не пахнет разворотом и слишком мало исторической даты по этой паре чтобы что-то сказать будем смотреть xrp xrp к доллару здесь тоже напоминает нисходящий треугольник и это не очень круто но с другой стороны опять же по xrp мы увидели с вами такие же треугольники и как они прорывались наверх на 100 иксов поэтому будем здесь смотреть здесь мне кажется более правильно тоже наложить вот так вот на xrp кривую линию сопротивления потому что посмотрите она уже эта парабола выдыхается шартовая и по идее сейчас у быков вся сила есть чтобы ее протолкнуть чтобы ее пробить и пойти наверх сильно при том что поддержку восходящую мы можем нарисовать вот так вот еще по прошлому году в таком случае мы тоже сейчас находимся под ней и парабола может быть как это вот такая и опять же на xrp на недельном к доллару мы видим что и my ribbon он вроде как пытается начать разворачиваться поэтому нужно внимательно сейчас за ней наблюдать потому что вот на дневном таймфрейме уже и my ribbon бычая но на дневном она часто разворачивается и это больше шум конечно ripple битку но здесь падающий клин бычий потом вот у нас такой же был падающий клин смотрите как мы из него вышли так что да вот по дашу здесь вообще интересная история потому что дашь нарисовал просто посмотрите какой шалаш тут как бы дашь параболически упал так же как и рост и пробил уже все уровни фибоначчи вообще которые только можно было это при том что фундаментал по нему отличный и реально даже digital cash его как он может даже во многом обогнать bitcoin в массовой адаптации поскольку уже во всяких странах мало развитых его принимают как платежное средство и быстрее дешевле комиссии за транзакции так далее вот и dash реально мое личное мнение что он находится очень сейчас недооцененной зоне вот у нас уже был локальный high 144 доллара начале года сейчас мы находимся на уровне 73 то есть в два раза дешевле и по дашу тут явно планируется что-то но вот по дашу к битку тут вообще интересная тема потому что у нас падающий клин в падающем клине как бы посмотрите то есть это фрактальная такая матрешка реально бычий паттерн который может пробиться наверх очень сильно и по дашу если делать по дашу к битку параболическую поддержку то она вот уже где на самом деле и она уже очень давно пробита то сейчас мы торгуемся ниже нее гораздо и по дашу я жду движения как минимум к ней а это на секундочку трейд на 800 процентов так чтобы вы понимали как минимум коррекционное движение туда даже если это все фейкаут и доминация битка пойдет на ту за мун все равно скорее всего это будет эфир классик но эфир классик тут такая же примерно ситуации как со всеми остальными альтами но разве что здесь кстати хорошая восходящая поддержка видно и такое же параболическое сопротивление которое мы пока еще не пробили и мой риббон все еще медвежье как и на даши это эфир классик доллару эфир классик битку немного другая ситуация тут конкретный падающий клин тоже в принципе бычий паттерн падающий клин в падающем клине манеру xmr btc вот с xmr вообще интересная история он уже показывает дорогу дашу и всем остальным посмотрите он вышел из падающего клина и пошел очень по быче параболическое закругление мы наблюдаем и мой риббон начинает разворачиваться на графике манерок btc и на графике манерок usdt к доллару и мой риббон уже развернулась в ланговую зону последний раз такое было 2016 поэтому обратите на это внимание недельные мои риббон это очень мощный индикатор и опять же по манера если построить параболическую поддержку не считая корону дампа то вот она здесь и манера уже мог быть гораздо выше так что возможно мы также все еще отстаем даже при том что он неплохо сейчас пошел и скоро полетим на новые высоты стеллар btc он же xlm btc тут вот у нас пока просто восходящая поддержка и даже еще ничего не начиналось на недельном таймфрейме хотя на дневках и мельче мы видели что там тоже начинается параболическое закругление на новостях о том что usdc stablecoin usdcoin будет на блокчейне стеллар он уже полетел ну вот на графике стеллар к доллару мы видим что он вышел из падающего клина только что и my ribbon только-только начинает разворачиваться только-только развернулась в обычную сторону обратите внимание это очень мощный индикатор следите за этим по ходу стеллар все таки сейчас ланговый будет опять же вот у нас можно восходящую поддержку натянуть вот таким вот образом как она должна была идти и в таком случае мы сейчас очень недокупленные или перепроданные как хотите вот мы в этой зоне между двух поддержек верхняя правильно а нижняя фейковая и мы сейчас трем всего нижней фейковой и скоро пойдем возвращаться на верхнюю zcash тут вообще все очень круто заходной на лонг потому что мы посмотрите тоже как бы тут вот у нас можно сказать было параболическое сопротивление она сейчас будет сломлено вот есть некая локальная поддержка и опять то же самое my ribbon недельный только-только завернулся в бычу посмотрите он не делал этого очень 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 давно последний раз он разворачивался 2018 в медвежью сторону и больше не лагал как и на всех других монетах это очень важно так chain link но здесь абсолютно противоположная херня chain link все это время пока все монеты падали он дико рос и набрал уже сто пятьсот иксов конечно наблюдается парабола и вот эта коррекция которая сейчас у нас была до почти на 50 процентов она возможно что была в бычьем рынке и мы идем дальше наверх возможно такое но возможно что и нет потому что chain link с последней просадки вот этого роли набрал тысячу триста процентов примерно с момента оси или когда там запустили он набрал почти шесть тысяч процентов это безумные иксы поэтому я бы сейчас чем линк ланге уже не лез даже если он попрет выше куда-то там на перепишет новый хай на 30 долларов или даже на сто все равно уже очень опасно чейн линк биткоину точно такая же ситуация как видите он настолько сильно ходил что особо то как ходил биткоин к доллару его сильно не колебало поэтому сейчас лучше смотреть за линком возможно что у него продолжится шортовое движение вай фай ведь и си вай фай и сгину тут очень незрелая фигня это никакого тех анализа конечно не будет но в целом могу сказать что это может упасть как вот мы видели на даши просто буквой л русской просто перевернутой галочкой это может скорректироваться и на 0 5 битка и даже ниже поэтому аккуратнее вай фай скорее в шорт если он будет отскакивать выше на 2 битка опять скорее шортить его оттуда юнисвап ну тут вообще нечего еще говорить тоже кстати скорее всего будет падать поскольку ну не дураки же люди все пойдут продавать сейчас эти юни токены бесплатные которые получили за юнисвапинг так ну и последняя монетка это мой сейчас фаворит в плане падающих кликлинов посмотрите это рэйван коин кучу плохих новостей по нему все плохо все майнеры в убытке монета скамовая тра-та-та но мы же знаем для чего все это вбрасывается вам никто на дне не будет говорить что это все супер туза-мун вам на хаях будут говорить что это туза-мун а на дне вам будут говорить что это скам поэтому рэйван коин вот у нас отличный падающий клин вот у нас сопротивление параболическое тоже уже еще даже без намеков на то чтобы быть сломано еще даже не пробовал рэйвен его потестировать но и тут всегда важно посмотреть в инверсе вот представьте что это был не дамп а памп такой и вот мы куда запамплены но уже сейчас выдохнется понимаете красный и случится коррекция в сторону зеленых переворачиваем обратно и видим что да продавец выдыхается и по рэйвену я вам скажу даже вот сейчас если мы вернемся протестировать предыдущую горизонтальную поддержку вот эту то это уже на 2 икса движение а так в целом вот куда-то сюда куда напрашивается отскок минимальный то это на 3 на 4 икса движения так что вот рэйвен такая тема ну доджкоин конечно же но доджкоин понятно это тупо пампо дамп монета вот у нас тут тоже есть этот пугающий треугольник к биткоину нисходящий но доджкоину некуда уже падать ниже реально его по 20 сатошков сейчас набрать и куда-нибудь на 100 сатошков на то и на 200 он сходит вот такие цели по доджкоину чисто спекулятивно 400 и 800 процентов трейд вот такие вот идеи в целом и тут весь вопрос конечно в доминации битка куда она сейчас пойдет если она сейчас улетит в космос и вернется к значениям в 90 процентов что в принципе тоже вероятно то конечно же все альты к битку очень сильно еще просядут но с другой стороны ниже нуля они же не просядут правильно и также возможен вот такой вариант что доминация сейчас пойдет вниз тестировать снова новые лаи поэтому надо наблюдать сейчас за ней это ключевой индикатор того куда пойдет рынок альткоинов ну вот какие такие сегодня мысли ребята спасибо что досмотрели если вам нравится такой контент не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать комментарий не добавится в telegram чат telegram чате у нас кстати идут раздачи даша полным ходом для этого просто нужно добавиться в чат из закрепленного месседжа вы увидите инструкцию как добавить к себе dash бота и вот я передаю всем привет из будущего видео в прошлое чуваки уже это видели а вы это увидите потом ну и собственно да подписывайтесь на канал чтобы не забыть колокольчики все дела чтобы быть в курсе и всем профитных сделок